Добрый день! Я приветствую всех посетителей канала 18 Суток. В прошлом видео я обещал рассказать вам, как же правильно надо замачивать, проращивать семена острого и сверхострого перца. Если, к примеру, вы выращивали уже ранее декоративные сорта, овощные, это не значит, что вы можете с легкостью вырастить сверхострые сорта. У сверхострых сортов есть подводные камни, которые надо знать, хотя бы малейше как-то ориентироваться. Разница между овощными и декоративными перцами, можно сказать, практически никакой. Там не надо сильно много ума, чтобы их вырастить. Самое основное, надо придерживаться температуры от 28 градусов, хотя бы до 30 градусов, не выше. Некоторые сорта сверхострых перцев не любят очень высоких температур. Если температура будет, примерно, 31-32 градуса, вы там на батарею поставили, где-то еще будете выращивать, у них начнется обратный процесс. Это значит, что они уснут. Так как они будут находиться во влаге, они через определенное время у вас гниют. Что для этого нужно знать? Как правильно, чтобы не допустить таких ошибок? Во-первых, все сверхострые сорта, они туговскожие. Я уже говорил в прошлом видео. Это значит, что у них прорастание, проклевывание семечки проходит от 20 до 40-45 дней. Это значит, что они очень плохо просыпаются. Им надо дать толчок, чтобы они проснулись. Для этого используют очень много всевозможных, не знаю, там, в чай замачивают, кто в чем. Самое лучшее считается вообще, это нитрат калия. Это одно из самых-самых лучших средств для сверхострых сортов. Надо 1 грамм растворить в 50 миллиграммах воды. Ну, не в хлорированной воды, а именно в дистиллированной. Либо можете взять снег, растопить его, это, можно сказать, тот же самый дистиллян. И в нем замочить. Семена следует замочить в течение двух суток. Вот двое суток они должны у вас быть погружены в эту жидкость. Еще один нюанс есть, еще, что касается сверхострых сортов. Разница между сверхострыми сортами и обычными острыми в том, что у сверхострых очень твердая сама оболочка. И очень сложно пробиться, поднять все это, разорвать. Некоторые с помощью лезвия там расширяют их, как-то там раскалывают, на обнаждачку обтирают. Ну, как бы я такой ерундой не занимаюсь. Самое лучшее, это же замочить нитратикалия. Он помогает, стабилизирует, дает толчок, дает силу семенам, чтобы они проклюнулись. Так, что еще хотел сказать. Разница сверхострых и обычных, это в том, что они проклевываются, сверхострые проклевываются где-то от 20 до 45 дней, декоративные и овощные, они могут проклеваться там от недели, ну, до двух. Через две недели они как бы уже все проклюнулись. Там не обязательно их замачивать нитратикалия. Ну, если вы хотите, чтобы у вас были резко, стопроцентные всходы, конечно, можете замочить в нитратикалиях. При замачивании семечек, если семена будете замачивать, их надо, желательно, конечно, все обычные сорта, не сверхострые, их можно замочить в теплой воде, ну, в течение ночи, на ночь замачиваете их. Поэтому температура должна быть 28 градусов. Когда семечка лучше напитывается влагой и быстрее будет прорастать. Еще есть один такой нюанс. Все знают, что когда начинаете замачивать семена, те семена, которые всплывают, это считается, ну, как бы, пустишки. Они уже все, они непригодны, их нужно выбросить. Это касается всех семян, но только это не касается сверхострых сортов. Почему? Потому что они будут плавать все. Ну, может, там одна-две семечки утонет. Почему так происходит? Это связано с тем, что у сверхострых сортов перца очень много капсаицина. Капсаицин это такая, даже не знаю, как вам сказать, она чем-то похожа на рафинированное растительное масло. Это жидкость густая, бесцветная, очень летучая. Даже когда будете режете перец, разрезаете, там сразу начинает там глаза чесаться, то еще что-то, то першить в горле. Это капсиацин. Он когда испаряется, на семечке остается тонкая пленка капсиацин. Это жидкость маслянистая. Вот она и придает плавучести именно семечкам. Следует взять салфеточку. Берете салфетку обычную. Вот такую вот. Положили слой, насыпали сюда семечек, закрыли ее и залили водичкой. Чем-нибудь прижали ее. Вот она должна лежать целую ночь. Это если вы хотите, к примеру, замачивать без всяких там метротокалия, там еще чего-нибудь. Вот вы замочили, через ночь вы можете высевать. Рассевать семена лучше, конечно, вот такую вот, я предпочитаю вот такую вот почву. Она идет на основе гуматов, с небольшим, заметьте, с небольшим количеством торфа. Ни в коем случае нельзя семена, перца острого, сеять таблетки торфяные. Там довольно очень кислая среда, и семечки не прорастают. Они просто засыпают и в конце концов сгнивают. Большая часть сверхострых сортов не любит кислотную почву. Так, нам следует взять землю. Она идет на основе гуматов. Гуматы, здесь биогумус, немного торфа, очень-очень немного. Эта земля очень хорошая. Она не должна быть с какими-то палочками, там веточками, я не знаю, там листьями. Бывает, я брал много раз землю такую, там вообще ничего не вырастает. Просто, я не знаю, там. Посадил себе, оно сразу покрылось плесенью и сгнило. Эта земля здесь нету ничего. Она сделана, ну, просто супер. Я не знаю. Это не реклама, я не хочу сказать реклама. Вы желательно поспрашивайте знакомых, кто занимается, как бы. Это именно почва для проращивания семян. Это не для того, чтобы выращивать в них. Хотя для выращивания тоже она просто супер. Вам понадобится почва, проверенная, которая, вы знаете, что она очень хорошая. И она подходит для перца. Главное, чтобы она не была сильно кислая. Вам понадобится перлит и понадобится вермикулит. Берете 8 частей почвы, 4 части перлита и 1 часть вермикулита. Для чего? Перлит, он дает семенам кислород. Он дает дышать ему. Земля пористая. Она не сбивается. Хорошо держит влагу. А вермикулит это вообще, как можно сказать, поролон, который напитывается влагой и постоянно, постепенно, постепенно дает влагу вашим семенам. Вот уже готовый субстракт, который я сделал. Вот он, так он должен нас выжить. Точно в таком же вы дальше будете высаживать. Проросшие уже семена. Будете когда пикировать, вот именно в такую почву. У вас будет расти оно все, поверьте, как на дрожжах. Никогда не поливайте водой из-под крана. Сейчас зима, я пошел, сейчас набрал снега, растопил его. Растет все как на дрожжах. Не надо, не надо хлорки, не надо никакой гадости. Самое-самое лучшее это дождевая вода. Дождевая и снег талый. Так, ну, почва почвой, но все равно в ней присутствует куча всевозможных бактерий, куча всевозможных грибков. Может так, что вы посадили семена, они вас через время просто потрыли с плесенью и приказали доложить. Для этого следует использовать фитоспорин. Это хорошая штука. Все знают, что такое фитоспорин. Разводим его, как указано вот сзади здесь. И проливаем землю. Ну, ее можно проливать раз хотя бы, там, я не знаю, раз 15 дней. Два раза, грубо говоря, за месяц. Либо берем пузырек этого раствора водорода и разбавляем его. Перекись водорода. Разбавляем одну часть перекиси водорода 3-х процентного. Именно 3-х процентного. Одну часть перекиси водорода мы растворяем в 9 частях воды. Ну, вода опять должна быть не спод крана. Должна быть либо дистиллированная, либо с всталой воды. И вот этой вот жидкостью проливаем землю. Проливаем тоже раз в неделю. Ну, немножко проливаем, чтобы обеспечить нормальный рост семенам. Точно так же изначально нам нужно будет обработать семена. Обрабатывать некоторые марганцовки. Я обрабатываю в 3-х процентном растворе перекиси водорода. Погружаем сюда семена. Вот как он есть в пузырьке налили, сколько там нам надо. И в течение часа, там 30 минут вот мы обеззараживаем все семена. тем более от перекиси водорода как бы сама семечка становится мягче и способствует быстрому раскрыванию и ваши семена быстрее прорастут. Так. Вот мы с вами замочили семена. Семена у нас уже готовы к посеву. Выберем субстрат. Делаем небольшие углубления. Углубление должно быть 5 миллиметров. Грубо говоря, полсантиметра. Чтобы семечка как бы могла дышать. сеем. Мы посеяли. Мы могли замочить нитротикалия либо замочить в обычной жидкости в воде на ночь и все это высеваем. Есть еще один способ. Это проращивание жидкости. Вот на таких вот салфеточках. Я уже в предыдущем видео говорил. Замачивать лучше на салфетках. Ни в коем случае не замачивайте на туалетной бумаге. Я не знаю. Некоторые замачивают на материи. Через время там через 5-6-7 дней. Ну без разницы. В зависимости от температуры. При какой температуре будут находиться ваши семена. Появляется запах плесени. Через время там через 2 недели через 3 они вас просто сгнивают. Чтобы такого не происходило если даже у вас есть там я не знаю замочили на материи ну а потом уже как бы кинулись а ну такая вот ерунда. Что делать? Берете я уже говорил трехпроцентный раствор феликси водорода разбавляете 1-9 и промачиваете полностью заливая уже ним не водой а именно этим раствором вы промачиваете и постоянно пользуетесь ним для того чтобы убить все бактерии которые находятся на вот этой вот материи. Ну как бы желательно лучше убрать их и положить именно на салфетки. Так самое главное для того чтобы вырастить полноценный хороший крепкий перец следует знать прежде всего что для перца самое главное это температура. Температура должна быть 28 градусов. если вы замочили семена и через каждую неделю вы должны менять салфетку обязательно вытаскиваете салфетку достаете семена семена если вы в дождевой воде либо в талой воде обязательно достаете и промываете их под краном там я не знаю без разницы где вы будете промывать и я всегда вот 0.3% раствор перекиси водой таким я всегда где-то на 20-30 минут оставляю в этой жидкости пока меняю салфетки пока мою судочки судочки должны быть обязательно накрыты крышками чтоб не испарялось влага то же самое должно быть происходить здесь крышками не такими крышками я в основном вот так взял и сверху накрыл если даже проросли они что касается температуры как бы в наших квартирах не сильно топят температура ну максимум 20-22 градуса то для этого нужно ставить на батарею ни в коем случае почему потому что температура прыгает если примерно на улице там 0 плюс 2 градуса температура они дают температуру одну если там минус 20 они батареи вообще там раскаляются ну как бы вы можете просто сжечь семена самое лучшее использовать это использовать сейчас вам покажу ну как бы это у меня же раритет ему уже лет лет и памяти нет это вот такие вот коврики коврик с регулятором вот такой вот материя здесь как бы вытаскиваете она вот здесь продаются специальные коврики для рассады там цена у них конечно космическая вы можете сделать их сами вы можете приобрести кстати еще есть такие же коврики для сушки обуви есть такие коврики для ног если вы сидите прям за столом и у вас ну мерзут ноги как бы они с разных размеров разной длины разной ширины есть с регуляторами есть без регулятора вам желательно конечно покупать с регуляторами они стоят где-то в пределах 130-140 гривен это один коврик если вы выращиваете вот уже в почве самой накрытой вы поставили их все можно купить я вам сейчас покажу чуть попозже покажу датчик для инкубаторов температуры вы можете положить воткнуть в землю где-то на нижнюю часть датчик либо положить рядышком если вы накроете какой-то полиэтиленом пленкой накрыли полиэтиленом это у вас будет мини теплица там не надо вам ничего и просто прямо сверху ложите на это самый положите датчик выставляете 28 или 27 градусов температура здесь будет чуть-чуть выше просто почва не так быстро прогревается как прогревается воздух температура почвы будет где-то в пределах 26 25 градусов если же вот на салфетках как я я в почве не высеваю я всегда жду пока не проплюнутся семена я их выращиваю в кассетах кассеты у меня на 98 штук и вот проклюнулась я достал в глубине посадил пленочкой накрыл и все и оно у меня стоит в тепле температура у меня стабильная почему как бы прорастает практически там 80-90% семян что касается этих ковриков что касается ковриков есть продаются пленка называется теплые полы это пленка она бывает разной длины разной ширины она в рулонах вы можете отрезать кусок какой вам надо и потребление там мизерное не сильно большое как бы вы взяли вы можете если пример у вас как бы руки растут оттуда куда надо берете обычный ПВХ это что лодки клеют резиновые можно приобрести и просто вставлять эту пленку туда и заклеить и вот там получается коврик для рассады либо можно просто если у вас как бы нету таких навыков уложите эту пленочку сверху на нее в 2 или 3 слоя полиэтиленовую пленку все ставите ваши кассеты там или что в чем вы там проращиваете и в этом же когда у вас получится та же самая мини теплица ставите датчик датчик регулирует температуру так я подготовил вам три сорта супер острого перца это тринедад маруго скорпион худжалокия и хабанера хабанера шоколадный все эти сорта я посажу несколькими способами часть тринедада я замочу в обычной талой воде часть нитрате калия потом часть их посею а часть поставлю на проращивание на салфетке и все эти процессы прорастания я покажу вам через определенное время когда они прорастут скажу сколько прошло времени и вы будете смотреть наблюдать как все это растет так что ждите м м Субтитры создавал DimaTorzok